Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В день на горячую линию 122 поступает до 700 звонков. Некоторые из них какое-то время находятся в режиме живой очереди. Всё-таки каждый обратившийся требует внимания. Несколькими секундами тут не обойдёшься. Но даже если человек не дождался ответа специалиста, с ним в ближайшие минуты свяжется. Ни один звонок не останется без обслуживания. Пришлось добавить количество диспетчеров в смене. Это до шести человек у нас идёт на горячую линию. И пять человек сидит на 112. То есть звонки любого. Всё, что касается ковида, это тест, результаты теста, вызов врача на дом. И непосредственно наш диспетчер перенаправляет у нас 14 муниципальных образований с 14 больницами всей нашей республики. И уже непосредственно там, откуда заявитель, туда и направляется вызов. Диспетчеры колл-центра принимают звонки не только по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Не остаются без ответа и обращения по поводу работы всех экстренных служб реагирования. Вал звонков от населения республики даже побудил руководство центра обработки вызовов увеличить количество смен и персонала. В настоящее время несколько старшекурсников медицинских вузов и колледжей проходят обучение. И скоро будут готовы присоединиться к оказанию информационной помощи. Звонки на номер 122 принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. Артур Махцин, Максим Долгов, Вести, Карачао, Черкесия. В исполкоме регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Новая школа» состоялось общественное обсуждение вопросов дополнения корректировки национальных проектов образования и демографии. Как состоялась презентация проекта «Киноуроки в школах России» подробности у Мурата Джанкезова. Открывая встречу, председатель комитета парламента республики Алексей Ганшин рассказал собравшимся наиболее актуальных событиях в сфере образования и как партийный проект «Новая школа» помогает в их реализации. У нас национальные проекты пересекаются с федеральными проектами. И в нашей республике они очень успешно воплощаются. И я думаю, что такие совещания дают возможность нам услышать друг друга и подумать, как нам совместно улучшить эту работу. На совещании отметили, что партийная роль не ограничивается только контролирующей функции. Основная задача – это повышать эффективность реализации проектов. И именно в этих целях за депутатами как районного, так и республиканского уровня закреплен тот или иной строящийся объект. ЦИК партии принял решение о закреплении за строящимися объектами как дошкольными школами депутатов всех уровней, депутатов Народного собрания парламента нашей республики, а также районных депутатов сельских поселений. Для чего? Для оказания содействия. Не для контроля, а для оказания содействия в тех вопросах, касающихся выделения земельных участков своевременного, и оказания содействия в завершении установленной сроки. В настоящее время в республике создается единство в системе образования, куда включаются и партийные проекты, которые рассматриваются как стратегические и национальные. Участники заседания уделили большое внимание теме строительства школ и детских садов. В частности, решила о необходимости реконструкции инженерных сетей и подводящей инфраструктуры объектов дошкольного образования, построенных в середине прошлого века. Вторая тема встречи – реализация нацпроекта «Демография». И в этой сфере в республике сделано немало, и работа продолжается. В рамках демографии национальной программы в текущем году осуществляется строительство детских садов в пяти муниципальных образованиях Карачао-Черкесской республики и в семи объектов в городе Черкесске. Также в этом году мы приступим к строительству садика на 80 мест в городе Ужжигута. «Единая Россия» запустила партийный проект под говорящим названием «Киноуроки в школах России». По мнению единороссов, это оптимальная форма, которая соответствует интересам современных детей и решает задачи воспитания подрастающего поколения. Короткометражные телефильмы будут производиться на территории республики. Мурат Шиньёзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь людей. Соблюдение антиковидных мер приучило нас улыбаться глазами, здороваться локтем или взглядом, и всё на безопасном расстоянии. Многие люди с трудом принимают нововведения и с опаской, а больше всего трудно с этим справиться психологически. Особенно эта проблема возникает после перенесённого ковида. Апатия и суицидальные мысли – одни из таких осложнений, как бороться с психическими расстройствами, от которых развивается бессонница. Альбина Ламкова узнавала у специалиста. Почти год весь мир борется с пандемией COVID-19. Опасный вирус так или иначе затронул каждую семью. В такой обстановке люди стали переживать и больше, отмечают доктора. Одни испытывают стресс, боясь заразиться. Другие, уже переболев, ощущают волнение. Особенно часто это случается у женщин, так как они предпочитают анализировать и искать причины любого нарушения. Значительная часть заболевших жалуются на проблемы психоэмоционального характера. Их тревожит отсутствие уверенности в завтрашнем дне. К этому добавляется тревога за здоровье родных и близких. Но есть и те, кто старается не поддаваться панике. Стараемся соблюдать все правила, особенно в людных местах, магазинах. Когда вот народу нет, стараемся гулять в таких безлюдных, где мало людей, местах. А так ничего, спокойное, надо спокойно относиться к этому. Я один живу. У меня это самоизоляция постоянно. Как жена умерла, разницы нет. За близких волнуемся. За себя нет. По словам врача-невролога лечебно-реабилитационного центра, нарушение сна после принесенного ковида развивается на фоне интоксикации организма. Работая реабилитологами, мы все чаще видим последствия и осложнения новой коронавирусной инфекции. В частности, хотелось бы остановиться на нарушениях сна и психоневрологических проблемах. Нарушения сна могут быть связаны не только с самим вирусом, но и с препаратами, которые использовали во время лечения ковида. В этом случае доктор советует не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Мы здесь на базе реабилитационного центра совместно с психологами работаем над этой проблемой. Очень важно в лечении нарушений сна не угнетать дыхательный центр, потому что у них и так проблемы с органами дыхания, а препараты, которые улучшают сон, эти препараты, они как раз-таки угнетают дыхательный центр. Поэтому тут важно разбираться в проблеме. Мы как неврологи можем медикаментозное лечение свое назначить. Психологи, естественно, у них тоже есть свои какие-то когнитивно-поведенческие терапии. Психотерапевты нам очень помогают. Человек сам себе может навредить, отметила доктор. Так часть пациентов, занимаясь самолечением на обращении к специалисту, пробуют справиться с проблемой ковидной бессонницы путем приема алкоголя перед сном. Человек-то заснет после приема алкоголя на 3-4 часа, а потом центр сна, бодрствование, он активируется, и человек уже не сможет заснуть. То есть здесь мы можем наблюдать уже у человека алкоголизм, если длительно он будет принимать. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Этого стесняться абсолютно не нужно. Врач также добавила, те пациенты, которые с большим вниманием относятся к своему состоянию даже в обычной жизни, у них болезнь протекает тяжелее. Поэтому, как говорят в народе, подпитать головной мозг крайне необходимо. Есть пациенты, которые перенесли легкую форму, но у них вот эти психоневрологические проблемы, они более глубокие, чем у того же тяжелого. Конечно же, рецепт здорового сна хочет знать каждый. И он есть, говорят специалисты. Нужно просто больше двигаться и не читать негативные новости на ночь. А если бессонница на самом деле беспокоит, и это не разовая акция, а диагноз, то без помощи медиков уже не обойтись. Альбина Ламкова-Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Ставропольском крае прошло первенство СКФУ по боксу среди юниоров. Сразу несколько спортсменов из Карачаева-Черкесии стали победителями этих соревнований. И один из них – Ислам Узденов, воспитанник тренера Руслана Каракетова. И в эти минуты в нашей студии они расскажут моей соведущей Белле Джазаевой о том, как прошли их поединки и о том, что они получили право выступить на первенстве России и далее Европы. Доброе утро всем! Доброе утро, Руслан! Доброе утро, Ислам! Руслан, рада вам, потому что первый раз вы у нас в гостях на нашей программе. Рада знакомству с вами. Знаю, что у вас есть хорошие, достойные воспитанники. И вот один из них – это Ислам Узденов, который стал победителем первенства СКФУ среди юниоров по боксу. В Станице Суворовской прошли эти соревнования. Там часто они проходят именно по боксу. Мне бы хотелось узнать, как все прошло. Вы вообще на своего воспитанника ставили? Да, я рассчитывал на него, что может выиграть. У него был шанс выиграть это первенство СКФУ. Благо, все по плану прошло. Выиграл. А чем вы были недовольны? Недоволен был. Он перед соревнованиями немного приболел, простыл. И вот эти пропуски были в мое недовольство, вот это было мое сомнение. То есть не подкачать ли оно в нужную секунду. То есть там, когда идет время по секундам уже, концовка, вот эти моменты, вот эти болезни отражаются, дают сбой ученику. Вот этого я и боялся. Но благо все прошло. Руслан, это первая его такая серьезная победа? Нет, он раньше выигрывал СКФУ и на России выступал. Был большой, можно сказать, большой перерыв у него. И после перерыва, вот там, связи с обстоятельствами, там, здоровья, там, палец выбил, ногу подвернул. Вот такие нюансы. Вот какие-то маленькие пакости мешали нам нормально подготовиться к таким соревнованиям, как перерыв. Такого уровня. Такого уровня, да. И вот все закончилось вроде. И вот перед соревнованиями опять повторяется. Ну, благо все. И болезнь победили, все нормально. И соревнования победили. И соревнования, да, и бои выиграли. Исламыч, хочу обратиться к тебе. Расскажи вот о ходе вот этих соревнований. С кем ты выходил в финал? С кем ты дрался? Как все вообще для тебя это все прошло? Ну, на данных соревнованиях по турнирной сетке я попал на три боя. Первый соперник был со Ставропольского окрая. И можно сказать, он был самый сложный по турнирной сетке. Он был и неудобный, и что на дистанции, что в ближнем бою. Второй соперник и финальный. Оба были осетинцы с Северной Осетии. Ну, у тебя был самый сложный, это первый, да? А финал осетин? Да. Ну, в любом случае, победа за тобой. Мне хочется узнать, как давно ты занимаешься боксом? Боксом я занимаюсь пять лет. Бокс меня привел мой отец. Можно сказать, это было его решение. А вот чем тебе этот вид спорта нравится? Каждый раз я у боксера спрашиваю, какой травмоопасный вид спорта? Они говорят, не страшнее футбола. Это более жизненный вид спорта. Он не только закаляет мужчину, но он еще и... Характер. Да. Ну, я знаю, сейчас ты учишься на юриста. Да. А почему ты не связываешь свою жизнь серьезно с боксом? Профессионально? Не хочешь? Не хочешь? Или это будет как хобби твое, увлечение для здоровья? Так? Руслан, нет. Ты будешь дальше заниматься, участвовать в соревнованиях. Руслан, вы как мотивируете? Это ваш ученик уже много лет, правильно? Как вы его мотивируете вообще перед боем, перед соревнованиями, на тех же тренировках? Ну, все зависит от дисциплины, от выполнения упражнений, которые задаешь перед соревнованиями, до соревнований. Мы беседуем перед соревнованиями большинство, не столько физически, сколько психологически готовимся. Потому что физически потенциал у мальчика очень огромный, хороший потенциал, дальше тоже пойдет. То есть, все зависит от его желания. То есть, если он решит продолжить карьеру боксера, то оно у него тоже получится. Но навязывать карьеру боксера я, например, не собираюсь. Он должен прийти к этому сам. А так, учится параллельно, бокс ему помогает, постоять за себя, тот же характер закаляет, дисциплина идет, например. Мальчик перспективный, очень перспективный, да, потенциал большой у него. Просто он немного стесняется, потому что спортсмены, они же обычно просто дерутся. Да, да, в основном тренера болтливые, они и ругаться привыкли. А вы строгий? Строгий. Ислам, ну расскажи. Касаемо тренировки, очень строгий. Очень строгий. Скорее справедливый. Вот. Кого надо. Как про вас говорит ваш воспитанник. Значит, или он просто сейчас боится? Вряд ли они боятся. Да, им чего боятся. Они такой Крым проходят, что вряд ли они. Вот им чего боятся, они же боксеры. Но так я понимаю, что вот после этих соревнований, первенства СКФО, вы едете на Россию. То есть вы отобрались, имеете право поехать на Россию? Да. Да. Где это будет проходить? Ну, точно еще не знаем, сказали или Улан-Удэ, или Иркутск. Точно не знаем еще. Там повозрастающая Европа, мир? Да, там, да. Там Европа, там мир. Сейчас будете готовиться на первенство России? На первенство России. Будем готовиться на первенство России. Ну что же мне остается пожелать вам новых побед, еще много побед. И пожелать вам здоровья, чтобы ислам не болел больше. Спасибо вам. Спасибо вам. В поселке Кавказский сотрудники ОГИБДД совместно с активистами школьного движения юные инспекторы дорожного движения провели плановую информационно-пропагандистскую акцию «Пешеход». Профилактические мероприятия нацелены повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов. Ахмат Халкечев продолжит. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения о необходимости взаимовлажительного поведения. Поддержать своих старших коллег вышли юные инспекторы из полицейского класса общеобразовательной школы поселка Кавказский. После того, как инспектор останавливает автомобиль, профилактическую беседу с водителем ведут школьники. Здравствуйте, я юный инспектор дорожного движения Кубека Вальзира. Мы участвуем в акции «Пешеход» и призываем вас быть бдительным на дороге и пропускать пешеходов. Особенно не терять бдительность, когда приближаетесь к пешеходному переходу. Эти фликеры мы дарим вам, если в вашей семье есть дети, чтобы они в темное время суток оставались заметными для водителей. Профилактические мероприятия продолжались в течение недели. За это время полицейские вели особо усиленные дежурства вбези пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Напоминаю, лишним не будет водителям. Кто-то спешит, кто-то из-за забытчивости нарушает. Но это, я думаю, лишним не будет. Введев таких детей, школьников, то он уже, прежде чем нарушить, будет задумываться, нарушать ли или не нарушать. Я думаю, это очень положительно и это правильно делается. В условиях современного транспортного потока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверены полицейские и их юные друзья. Ну а, как известно, повторение мать учения. И во многом, благодаря наложенной пропагандистко-профилактической работе, ситуация со статистикой дорожных транспортных происшествий в Прикубанском районе начала меняться в лучшую сторону. С начала текущего года на территории Прикубанского района, к счастью, дорожных транспортных происшествий с участием пешеходов не было. Общую республиканскую статистику, если брать, то ситуация немножко похожая. Дорожные транспортные происшествия с участием пешеходов, в том числе детей, уже были. И, к сожалению, также есть и пострадавшие. Дорожные происшествия были совершены именно по вине водителей. Поэтому, собственно говоря, мы и проводим вместе с детьми работу с водителями разъяснительного характера. То есть объясняем им, поясняем, пытаемся донести до них то, что в любом случае правила дорожного движения не придуманы для того, чтобы их соблюдать. Только за время работы с нашей съемочной группой полицейские и их юные друзья пообщались с 20 водителями. Каждому было разъяснено необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности дорожного движения. Ахмат Халкетчев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей. Хорошего продолжения дня. До встречи.